Вертолет авиации МЧС вернулся в Беларусь из Грузии, где был задействован в тушении крупного пожара в Боржомском ущелье. На борьбу с ним ушла неделя. Чтобы справиться со стихией, с белорусского МИД-26 было сброшено около 1000 тонн воды. В район природной стихии экипаж был направлен по поручению президента Александра Лукашенко за помощь в ликвидации чрезвычайной ситуации. Руководство Грузии выразило благодарность Беларуси. Как усилить экономическое сотрудничество, укрепить политический диалог и найти точки соприкосновения для деловых кругов? Эти вопросы накануне стали лить мотивом встреч белорусских парламентариев с коллегами из Польши. Зарубежная делегация во главе с вице-маршалом Сейма Рышардом Терлецким с трехдневным визитом в нашей стране. В последнее время двусторонние контакты заметно активизировались. Однако останавливаться нельзя. Работать предстоит на совместную перспективу. В этом уверены обе стороны. У нас достаточно стабильно на протяжении последних лет держится товарооборот. У нас есть его рост. Невероятно сложные экономические условия. У нас достаточно активная инновационная политика со стороны польских наших партнеров. Поэтому мы видим достаточно много позитивных моментов, которые могли бы усилить наши позиции. Сейчас Беларусь и Польша стремятся увеличить товарооборот до 4 миллиардов долларов. Бизнес-элита соседней республики все чаще инвестирует в белорусскую экономику. По этому показателю Польша входит в первую десятку. Хьюстон у нас проблемы. В крупнейшем американском городе введен комендантский час. Причина мародерства. Город, почти наполовину оказавшийся под водой, терпит страшное бедствие. Погибли 30 человек, десятки тысяч покинули дома. Все это последствия Харви. Ураган нанес самый сокрушительный ущерб в истории страны. В 20 миллиардов долларов. Местный химзавод в любой момент может взлететь на воздух. Дожди затопили генераторы. В штат одинокой звезды накануне прилетел президент Трамп. И лично убедился, что с Харви шутки плохи. Помощи всем не хватает. Проливные дожди по-прежнему идут на юге США. Уже выпало 57 триллионов воды. Еврокомиссия может вести проверки на границах внутри ЕС. Основание усилить безопасность жителей Старого Света. А если это поможет немного уменьшить поток мигрантов, вообще хорошо считает Брюссель. В дискуссии о прикрытии границ участвуют министры внутренних дел всех участников ЕС. И многие уверены, что это реальный метод, который поможет. Даже несмотря на то, что систематические проверки в шенгенской зоне запрещены. Ведь безопасность превыше всего. Совет безопасности ООН назвал действия КНДР угрозой всему миру. В ходе экстренного заседания Совбез призвал страну утренней свежести свернуть испытания ядерного оружия. Последнюю баллистическую ракету средней дальности Северная Корея запустила вчера. Она упала в воду, а Северная Япония пошла под землю. Прятаться. Ущерба боеголовка не нанесла, но риторика с соседей КНДР стала еще жестче. Нужно ввести больше санкций. Мировые лидеры признают, что кризис на Корейском полуострове необходимо решить. И решить быстро. Но четкого плана нет до сих пор. В том, что курить вредно, убедились пассажиры лондонского вокзала. Из-за взрыва электронной сигареты полиция эвакуировала всех, кто находился на станции. Причину специалисты с собаками обнаружили лишь спустя несколько часов. Конечно же, все поезда отправились со значительной задержкой. Никто не пострадал, поэтому обладателю парогенератора обвинений не предъявляли. А почему электронный агрегат вспыхнул, полиция разбираться не стала. В 74-й раз гостей приглашают в фестивальная Венеция. Там открывается один из крупнейших кинофорумов планеты. Десятки пример от режиссеров маститых и амбициозных новичков. До 9 сентября они постараются доказать зрителям, кто сегодня заправляет кинопленку. Однако больше всего любопытства у критиков вызывает новинка. Конкурс работ, посвященный виртуальной реальности. Алексей Волков, телекомпания СТВ. Новый для Беларуси вид киберпреступления зафиксировали правоохранители. Так называемый телефонный флуд сравним с компьютерной ДОС-атакой. Вирус работает таким образом, что дозвониться к абоненту невозможно. Постоянно срабатывают короткие гудки. Накануне с подобным заявлением в Минскую милицию обратился один из индивидуальных предпринимателей. За 4 часа на телефоны его компании поступило порядка 600 звонков. После проверки оперативники по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий установили злоумышленников. Ими оказались конкуренты потерпевшего. Сейчас правоохранители решают вопрос о применении или неприменении наказания. Судебной практики по таким преступлениям в стране нет. Рекордно низкий уровень младенческой смертности сохраняется в Беларуси. По этому показателю республика занимает третье место мирового рейтинга. Цифры, конечно, связаны и с уровнем рождаемости. Сейчас в стране проживает более 9,5 миллионов человек. За 2017 год нас стало больше на 6 тысяч, но потенциал намного больше. В настоящее время разрабатывается национальная концепция семьи. Внедрение модели, как считают специалисты, позволит увеличить рождаемость в стране. Мы должны обеспечить сохранение репродуктивного здоровья. Это воспитание молодежи совместно с Министерством образования. Это разработку национальной службы планирования семьи. Следующее, это, конечно, создание условий для наблюдения беременных женщин. Родовспомогательных учреждений абсолютно достаточно в стране. У нас хорошие дороги, у нас оснащение полностью есть. И машинами скорой, медицинской помощи. При немобиле начинает работать с санитарной авиацией, закуплен вертолетный модуль. И проводится его монтаж и оснащение. В Белорусском здравоохранении создана четкая система охраны материнства и детства. Сегодня врачи, вопреки сложным диагнозам, спасают даже самых крошечных малышей, родившихся с весом всего в 500 граммов. На протяжении долгих лет эффективность работы подтверждают и сотрудники центра «Мать и дитя». Делают капельницы, узи сердца, кардиограмму, кровь берут. Все хорошо, и отношения, и медпрофессионалы, и условия. Сегодня «Мать и дитя» – это уникальное оборудование и компетентные специалисты. Центр не уступает европейским. Здесь обретают надежду и становятся мамами женщины с самыми сложными патологиями. Уникальные случаи – пациентки, родившие после пересадки сразу двух органов. Дорогами первопечатника в день белорусской письменности в Полоцке состоится премьера документального фильма «Перша друг». Картина рассказывает о поворотах судьбы легендарного Франциска Скорина и перенесет зрителя на 500 лет назад, во время, когда полоцкий просветитель и гуманист напечатал первую на белорусском языке книгу. Событие стало огромным технологическим и культурным прорывом. Картина снималась на территории четырех стран – в Белоруссии, Польше, Чехии и России. Увидеть на широком экране «Перша друг» можно будет уже 3 сентября. И напоследок необычные состязания прошли в Баварии. Чтобы одержать в них победу, участникам необходимо было опередить соперников верхом на быке. Сложности на дистанции добавлял крутой нрав животных. Они то и дело пытались скинуть своих наездников. В этом году в скачках навыки продемонстрировали 16 наездников и среди них впервые женщина. Гонки на быках – один из самых долгожданных фестивалей в Баварии. Проходит он каждые 4 года на протяжении последних трех десятков лет. И по традиции собирает тысячи зрителей. Такова информация на этот час. Следующий выпуск в 13.30. Я прощаюсь с вами до этого времени. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...